и снова всем привет на канале Олег Несесаров Брест и сегодня как я обещал я вам расскажу немножко о аквапринте то есть разделю это видео на несколько частей то есть по темам и покажу ну а с утра для заряда бодрого и хорошего настроения как всегда анекдот летит машина скоро встал 150 останавливает гаишник машина тонированная в окна ничего не видно но стучится в окошко окошко приоткрывается чуть-чуть и оттуда 100 баксов короче гаишник взял как нормально вы пожалуйста больше так сильно не превышайте потому что в километре отсюда стоят еще гаишники то есть наши люди пас еще 100 долларов ну а когда их проедете там с правой стороны через три километра будет в лесок от вороточка так вот в том леске тоже стоит машина тоже с радаром еще 100 баксов короче так нормально а короче когда лесок проедете там через пять километров еще будет около моста тренога на треноге тоже радар стоит фоторадар так что там договориться не получится там уж пожалуйста не превышайте еще сотник гаишник уже стоит не знает что сказать шапку снимает причесался ну а теперь стишок ну теперь тема дня заставка пошла во-первых выбираем пленку какая нам понравится здесь вот такие вот тесты прозрачные сама пленка прозрачная да но я уже вот тут выбрала сейчас на самом деле я уже выбрал рисуночек это рисуночек будет барс так ну возьмем серенький вот бывает с таким желтым отливом бывает серым но нам как бы не так нам как бы не критично у нас база желтая так что нам будет и этот и этот он будет одинаково или вот я сейчас покажу на гжели ну не на гжели даже вот на этом вот значит будет хорошо ли она допустим как на белом да будет смотреться рисунок или допустим же мы будем не на белом там допустим на голубом или допустим на красным да то есть на каждой подложке будет разный цвет то есть на желтой выбираем цвет и желательно это конечно обговорить с клиентом потому что на вкус и цвет товарища нет то что нравится вам может очень не понравится клиенту вот то есть и выбираем уже когда вы подобрали какой вам нужен колор уже можете потом от этого отталкивается подбирать базу до подготовки мы еще дойдем еще просили узнать какая же пленка бывает по размерам пленка она идет погонными метрами ширина ее бывает 50 сантиметров бывает метр длина любая бывает хоть там вагон закажите производитель тоже разный есть пленки дорогие то есть качественные это так оригинальные это по-моему польша выпускает а есть китайские китайские сразу скажу не очень работать с ними тоже не очень хорошо с оригинальным конечно то все гораздо быстрее и качественнее ну вот мы с вами выбрали рисунок теперь нам надо выбрать поверхность да я взял небольшую детальку автокар недавно показывал но мы несколько ошибок сразу нашли во первых деталь у нас идет структурная как вы обратили внимание структуру спиливать мы не будем сегодня то есть она на структуру тоже наклеится это неважно здесь главное покрытие по некоторым заметкам заметили что хорошо взаимодействует хорошо прилипает и легче накладывается сама пленка на алкидную поверхность то есть на поверхность окрашенную алкидной краски но мы сегодня будем подготавливать краской грунт и так сейчас нам требуется замотовать поверхность это мы сделаем 800 и шкурочкой 600 800 и то есть обезжирим и покроем вот такими движениями хорошо наш курить конечно когда структурная да мы уже сегодня не будем так извращаться но когда у вас структурная поверхность лучше это сделать скотч-брайтом чтобы внутри структуры тоже все это прочистить главная наша задача это убрать глянец чтобы деталь не было скользкой и чтобы произошла хорошая обезьян краску можете выбирать любую мы вот выбрали на данный случай желтенький разбавлять ее до нужной вязкости какой вязкостью вы обычно работаете потренироваться можно конечно на любой краски но ложится лучше пленка на алкидную краску на металлике тоже можно но как бы металликом покрытие должно быть как бы сухое но еще у многих заблуждение что это пленка да и и называют пленку для для аквапринта до пленка но на самом деле это краска краска нанесенная на вот эту пленку которая пленка при взаимодействии с сольвентом растворяется в воде и у вас на воде остается лежать на вот этой вот создавшейся небольшой пленочке сам рисунок сам рисунок это уже и есть краска и поэтому поверхность вам нужна такая на которую прилипнет второй слой краски то есть если вы ложите металликом базу то краска должна быть сухими слоями то есть глянца это все слетит то есть придерживаемся такого же мнения что мы накладываем не пленку а мы красим еще один слой краски как бы вот так вот я думаю наносим как обычную краску сначала сухие слои без фанатизма чтобы не потихоньку все и даем вот этому сцепочному слою хорошо высохнуть второй слой наносим сейчас мы попробуем нанести сам рисунок то есть я наверно поделю на три передачи по аквапринту да тему первой темой будет это само нанесение небольшое знакомство с материалами вторая тема это будет как исправить косяки потому что косяки я вас уверяю вас обязательно будут то есть какие возможны косяки это я расскажу из-за чего эти косяки это тоже расскажу в отдельной передаче да и методы их исправления как это проще сделать на опыте других людей а не по технологии то есть это будет я думаю гораздо лучше если вы решите этим заняться да вполне это возможно все сделать в гараже вполне это все возможно сделать дома и также мы поговорим еще о как бы таком производстве масштабе больших деталей да все это мы тоже обговорим то есть так что следите но пока красочка у нас подсыхает небольшой мы только перекурчик организовали и сейчас продолжил вашего нет структура перекрывается гораздо тяжелее поэтому я наношу много слоев еще светится еще надо будет свой обратите внимание я не хочу убирать структуру чтобы она осталась поэтому окрашу тонкими светящимися слоями чтобы слои вбивались структуру и каждый слой потом повторится предыдущий только у нас подсохла не стал я еще один слой ложить чтобы быстрее не сохла обезжириваем обезжириватель такая небольшая тостология но еще немаловажный вопрос вот как вы все видели да многие клеют скотч по краям чтобы как бы пленка не расползалась здесь есть как плюс так и минус мы же сделаем видите у нас пошла пленка заворачиваться для того чтобы пленка не скукожилась пленка взаимодействует с влагой а влага у нас находится в воздухе и поэтому пленка сама по себе уже начинает скукожиться для того чтобы она не скукожилась и не сморщилась мы делаем надрезики под 45 градусов произвольной форме это нам нарушит целостность как бы пленки и не даст целому ряду завернуться то есть на рисунке это никак не отразится в воде это все расправится то есть это мы делаем для того чтобы скотчем не заклеивать и еще такой момент когда если вы это профессионально занимаетесь и это делается в большой ванне продемонстрирует ванну это вот профессиональная ванна большая для таких вещей ну это об этом мы подбывание отдельный урок сделаем я просто показал что такое есть это будет отдельный урок то есть я покажу оборудование профессиональное как на котором это все делается так вот мы как бы разграничили пленку еще есть большая ошибка если вот вы заметили автокап кстати тебе то есть нельзя чтобы вода попадала сверху пленки когда вы закладываете как положить пленку на воду об этом тоже смотрите внимательно это я сейчас покажу как это правильно сделать и на какие мелочи обратить внимание как положить пленку на воду здесь тоже есть свои вернее можно не неправильно положить одна сторона тут клеится как другая не клеится берем пальцы ночи чтобы у вас были пальцы мокрые и за краешек вот так вот держим смотрите она у нас прилипает к пальцу значит сторона который прилипает мы ложим наливаем сольвент готовим его к работе вот как бы написано сольвент такая банка стоит ну так как я сегодня нахожусь в россии я вам наконец-то скажу в русских рублях тысячу рублей ориентировочно стоит 5 литров здесь где-то и то есть многие ошибочно называют активатор ничего он не активирует это сольвент как бы ну я не знаю обычный необычный завтра мы может купим обычный сольвент и попробуем это сделать сольвентом он просто расщепляет саму пленку то есть и оставляет краску чисто на воде вращенную встреч тем самым мы преградили вот влагу которая находится в воздухе для самой пленки такая пленка у вас прохранится долго и работать с ней тоже потом сможете на старт настраиваем пистолет до того как вы опустите пленку на воду потому что потом у вас останется мало времени немаловажный момент температура самой воды в данном случае мы вот в такую тару налили этого нам хватит температура воды должна ну 25-30 градусов там два градуса отклонения ничего страшного да а температура воды зависит здесь очень много зависит от воды как бы но работать можно и так и так если у вас вода еще раз повторю идеальная температура воды 25 градусов то есть если температура выше это уже считается горячая вода если температура ниже это уже холодно пистолет заранее настраиваем пистолет смотрите чтобы сильное давление не было то есть единичка где-то чтобы вот так вот примерно то есть иначе вы раздуете пленку и она у вас утонет рисунок и дюза 1 и 7 желательно то есть по технологии почему если вы меньше наложите она может не так разбросать то есть 1 из 7 сама оптимальная дюза для таких вещей и как видите вот у нас уже краешки начали заворачиваться то что мы заклеили и берем вот так вот на уголок нам надо чтобы сверху нас не попало ничего пальцы должны быть сухие и вот так вот кидаем ждем пока пленочка начнется вот это видно она немножко морщится и сейчас еще немножко она расправится выгоняем так воздух но чтобы сюда не попало то что если чуть-чуть тут есть пузырек ничего страшного главное чтобы она не попала наверх ну и наносим сольвент с близкого расстояния это не делаем сначала сдалека закинули посмотрели как себя ведет и потом только приближая можно чуть ближе ну и накладываем как видите мы наложили картинка уже хорошая и сейчас нужно положить и дать ей кристаллизоваться то есть пока не трогаем ничего не поправляем тут такие вот сопельки наверху то есть эти сопельки не убираем то есть так и оставляем смывать будем чуть позже определить наверное вы уже поняли что пленка готова к нанесению то есть как у на нее детали то есть пленки не должно быть видно на воде вода у вас как бы однородная сливается одного цвета то есть незаметно что пленка лежит на воде ну как бы заметно но она прозрачная то есть значит уже вот эта муть пропала что она как бы становится ну матовая когда вы только положили на воду да и когда она уже становится в цвет воды значит пленку уже раздела уже можно накладывать еще такая тема я немножко прибалил еще такая тема если вы делаете вот ведре вода у вас не проточная вода у вас без фильтрации идет да то есть вы наносите этот сольвент сольвент он жирнее остается наверху вторую деталь у вас уже не получится сделать то есть если вы еще хотите вторую деталь сделать эту воду сливаете меняете моете ведро наливаете свежей воды тогда вас ждет удача если уже вы так не сделаете тогда удачи вам не видать и смываем детальку не бойтесь рисунок вы не сотрете такое покрытие здесь похоже немного на сопли вот его надо отмыть это покрытие чтобы на ощупь она у вас уже рука не скользила сильно не нажимаем таким нежными движениями и потихонечку отмываем не торопясь ну вот такой рисуночек получается то есть уже дальше дело техники покрыть лаком вот такой рисуночек у нас получается у нас немножко грязное сейчас я протру вот такая же работа здесь проводилась вот ну это уже как бы под лаком наша деталька также наша деталька еще не под лаком поэтому так не блестит то есть и когда она высохнет она будет матовая то есть это надо все скрывать плату и покрываем так что-то у меня воздух херачит наносим второй слой вот такая вот красотища получается ну и как вы все помните у нас здесь была рифленая поверхность как бы и то я скажу и то я скажу что вот видите рифленая то есть рисунок у нас наложился идеально ну а косяках которые могут быть из-за чего могут быть и как это исправить то есть мы поговорим завтра завтра мы наложим еще одну детальку то есть поговорим о 3d обклейки да то есть получается у нас с нескольких сторон должно обклеиваться и а плоские детали плюсы минусы где как что накладывать то есть об этом мы поговорим вложили третий слой лака то есть вот такая красота получилась сейчас лак еще растечется приобретет нужную форму такая красоте главное здесь не торопиться ну и можете добавить немножко ксиралика то есть и деталь превращается женщины такой любят вот такую замечательную вещь ну а на сегодня все завтра мы продолжим надеюсь урок был интересный и что-то вы ухватили да потому что много тумана было на эту тему и еще мы дополним кое-какую информацию надеюсь кому-то пригодится кто-то для себя решить стоит заниматься или не стоит аквапринтом да ну мне если честно понравилось но она посошел как всегда застала мужа с любовником скандалить не стала подошла и сказала сядьте поближе я вас сфотографирую на памятник так как никто вот но носим закончим следующий не заставить себя долго ждать буквально завтра мы снимать хотелось бы пожелать всем здоровья крепкого настроение будрова друзей побольше врагов поменьше ну и конечно же добра и бабла правильно